Нашим предприятием в этой области является научно-производственное предприятие «Звезда» имени академика Северина. Наше предприятие традиционно занимается разработкой и созданием различных систем жизнеобеспечения и спасения летчика. Предприятие основано уже более 60 лет назад, и с тех пор практически все разработанные в Советском Союзе, а затем в России подобные системы были созданы в стенах нашего предприятия. Летчики первых реактивных истребителей имели практически такое же снаряжение, что и пилоты поршневых машин. Те же штаны и кожаная куртка, тот же шлемофон с защитными очками. Шлемофон со временем уступил место защитному шлему. В авиации его принято называть сокращенно «ЗАША». Вместо очков на шлеме имеется защитное стекло. Оно двойного назначения. Во-первых, светофильтр предохраняет глаза от солнечного света. Во-вторых, стекло защищает лицо от набегающего потока при катапультировании. Причем, если раньше перед покиданием машины требовалось опускать стекло вручную, то позже это стало происходить автоматически. Для этого в шлеме установлен пиропатрон, который срабатывает в момент катапультирования. Новейшей разработкой на данный момент является защитный шлем «ЗАША-10». Новый защитный шлем обладает рядом преимуществ. Прежде всего, это сниженная масса. Кроме этого, благодаря использованию новых материалов и поликарбонатного защитного светофильтра, удалось улучшить защиту головы летчика от поражающих факторов вторичных осколков. Ну и, наконец, на этот шлем возможно применение широкого спектра приборов, которые позволяют летчику пилотировать в любых условиях и выполнять все необходимые в современном бою задачи. В снаряжение летчика также входит кислородная маска. Дышать нормально, без специального оборудования, можно лишь до высоты 3-4 километров. До этой отметки в маску поступает атмосферный воздух. По мере набора высоты в него добавляется кислород, и чем выше, тем больше. С высоты 8 километров летчик уже дышит чистым кислородом. Изначально для этого использовались кислородные баллоны. На новейшие истребители устанавливают кислорододобывающие станции. Во-первых, такая система, естественно, намного легче и значительно компактнее. Во-вторых, повышается пожаробезопасность системы, ну потому что на борту не нужно хранить значительные запасы кислорода, находящегося под большим давлением. Ну и, кроме того, самое главное, это снимаются всяческие ограничения по длительности полета. Конечно, кабины современных истребителей герметичны. И может возникнуть вопрос, почему летчики постоянно дышат через маску? Обходятся же пассажиры гражданских лайнеров без них? Дело в том, что истребитель — это боевая машина. Повреждения кабины в ходе боя, вынужденное катапультирование. Времени надеть маску может просто не быть. В конце 50-х годов в экипировке летчика и истребителя появился высотнокомпенсирующий костюм, или сокращенно ВКК. При разгерметизации кабины или при катапультировании на большой высоте он компенсирует резкий перепад давления. Для этого в конструкции костюма есть специальные камеры. В нужный момент в них нагнетается воздух, благодаря чему создается давление на тело. Это препятствует разрыву легких и закипанию крови. ВКК работает и на перегрузках. Сжимание тела препятствует оттоку крови от головы, сохраняя тем самым работоспособность летчика. Если по заданию самолет не будет забираться на большую высоту, то высотнокомпенсирующий костюм не требуется. Достаточно противоперегрузочного костюма. Он несколько проще и воздействует на поясничную область и на ноги. Всем известно, что истребители 4-го и 5-го поколения обладают повышенной маневренностью. Как следствие, на летчика в процессе пилотирования, особенно в боевых условиях, воздействуют значительные перегрузки. Зачастую именно запредельные перегрузки приводят к тому, что летчик теряет сознание и происходит, собственно, катастрофа. И вот на основании вот этих вот требований было разработано противоперегрузочное костюм нового поколения. Благодаря увеличенной площади компенсирующих поверхностей удается достигнуть переносимости таких перегрузок, которые на костюмах предыдущего поколения приводили, в общем-то, к кратковременному выходу летчика из строя. Теперь расскажем о системе аварийного покидания. При больших скоростях полета воздушный поток столь мощный, что человеку не хватает физических сил, чтобы покинуть терпящую бедствие машина. Поэтому катапультные кресла стали устанавливать на реактивные истребители практически с самого начала. Первые катапультные кресла выполняли одну единственную задачу. С помощью порохового стреляющего механизма они лишь выбрасывали летчика из самолета. После этого пилот должен был самостоятельно отстегнуть привязные ремни, оттолкнуть кресло и раскрыть парашют. В дальнейшем эти процессы автоматизировали, а сами кресла оборудовали системой фиксации рук и ног, что исключает их травмирование под воздействием скоростного напора. Современные катапультные кресла оснащаются твердотопливными ракетными двигателями, которые вступают в работу после выхода кресла из кабины самолета. Это позволяет спасать летчика даже при нулевой высоте и нулевой скорости. По мнению авиационных специалистов, лучшим в мире катапультным креслом является отечественное кресло К-36. Оно было разработано в конце 60-х годов и с того момента постоянно модернизируется. Кресло обеспечивает спасение на высотах от нуля до 25 тысяч метров. Аварийное покидание может происходить на скорости в 2,5 раза превышающей скорость звука. Самые совершенные модификации кресла К-36 подготовлены для российского истребителя пятого поколения. Наиболее характерным отличием по сравнению с предыдущими поколениями на данном кресле является усовершенствованная система автоматики, которая с помощью информации, поступающей как с борта, так и с помощью датчика, установленного на самих креслах, определяет условия полета в момент катапультирования и на основании этой информации существенным образом оптимизирует работу всех систем кресла. На этих кадрах происходит отработка системы спасения на специальном наземном стенде. Макет кабины Т-50 установлен на тележку. Она разгоняется ракетными двигателями по рельсовому пути. При достижении нужной скорости происходит катапультирование. В кресле находится манекен. Интенсивное торможение тележки производится гидродинамическим способом. В средство спасения входит кроме кресла еще система управления катапультированием и система открытия аварийного выхода. Только после того, как фонарь уйдет на безопасное расстояние, он разблокирует кресло. И тогда происходит катапультирование. Для справки могу сказать, что на двухместных самолетах процесс катапультирования занимает меньше секунды. А на одноместных самолетах этот процесс, конечно, быстрее происходит. И самого большого, я считаю, успеха мы добились на Т-50. Фонарь сбрасывается за такое время, что у нас катапультирование происходит чуть больше четверти секунды. Поступление российского истребителя пятого поколения в строевые части намечено на 2016 год. К тому моменту машина должна пройти государственные испытания и подтвердить заложенные в нее качества. Весне 2013 года на заводе в Комсомольске-на-Амуре построено четыре летных экземпляра. На них выполнено свыше двухсот полетов. Две первые машины используются главным образом для оценки летных и прочностных характеристик. На третий самолет установили радиолокационную станцию. Ее первые же испытания на борту подтвердили высокие данные на всех режимах работы. Четвертый летный экземпляр поднялся в воздух 12 декабря 2012 года. С этой машиной связан еще один важный этап. До этого построенные в Комсомольске-на-Амуре самолеты перевозились на испытательную базу в подмосковный Жуковский на борту транспортных Ан-124. Четвертый Т-50 перелетел с Дальнего Востока на другой конец страны своим ходом. Выполнив три промежуточных посадки, он покрыл расстояние около 7 тысяч километров. Все системы и оборудование машины работали без замечаний. На сегодняшний момент я хочу сказать, что да, видны определенные перспективы самолета. Видно, в чем он будет действительно превосходить самолеты существующие. И мы начинаем входить в полосу, допустим, что касается аэродинамики, исследований, которые показывают наличие определенных преимуществ. Принятие на вооружение российской армии истребителя пятого поколения позволит повысить боевой потенциал военно-воздушных сил России. Его разработка и организация серийного производства поможет вывести авиационную науку и промышленность на новый уровень. На базе Т-50 будет создан истребитель и для военно-воздушных сил Индии. Соответствующее соглашение между странами было заключено в 2007 году. Важно отметить, что эта машина пока единственный боевой самолет, полностью разработанный российской, а не советской, авиапромышленностью. В то же время следует понимать, что создание машины вряд ли стало бы возможным без опыта, накопленного в советское время. Тем важнее сохранить этот опыт и, более того, приумножить его. Я выражусь откровенно, на этапе начала нашего проекта, я бы сказал, что наш проект был вообще единственной надеждой авиационной промышленности России, ее конструкторской, технологической, производственной базы на сохранение той школы, того опыта, который нам достался от предыдущих поколений. Сейчас ситуация изменилась. Мы вышли, я считаю, на достаточно такую широкую дорогу, где достаточно уверенно сейчас авиастроение, опять же, боевой авиации, я считаю, себя чувствует, потому что задел был сохранен, новые качества, великолепнейшие появились у самолетов. У каждого специалиста, у каждого человека есть цель в жизни. Наше предназначение – создавать самолет. Вот мы, так сказать, и создаем. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА